Здравствуйте, дорогие мои друзья. Эпохальное противостояние. Музыкант, талантливый музыкант, матершинник Сергей Шнуров, в простонародье Шнур, против губернатора Петербурга Сбеглова. И, друзья мои, уже выпущен третий клип. Шнур выпустил «Ответ». Сначала, помните, был первый клип, когда он обвинил Беглова в том, что он не убирает улицы и не убирает снег. Мусор и лёд на всех улицах. И люди ломают ноги. И невозможно ни проехать, ни пройти. Особенно пожилым людям. Просто поход из дома в магазин превращается в просто такой экстремальный тур. То есть, каждый выход из дома – это большая вероятность падений и травм. А для пожилого человека, знаете, травма может окончиться очень печально. Потому что кости срастаются плохо. И на самом деле это как бы угрожает очень сильно жизни и здоровью. Но, значит, Беглов тут же ответил, что шнура проплатили. Всё это проплачено. Некий, значит, Пригожин хочет снять губернатора Питерского. А сам он, этот губернатор, честнейший человек. Во-первых, он из, как говорится, семьи такой, овеянной боевой славой. Что там у них погибли люди на фронте. То есть, друзья мои, вот как это по-путински? Прикрываться подвигами даже своих родственников. Спорить не будем. Не будем ни в коем случае очернать семью Беглова. Нам достаточно его самого. Возможно, и семья действительно, так сказать, героически трудилась и воевала. Но почему же уродился такой мерзавец? И он говорит, что он не будет бежать. Он всё возьмёт на себя. Некие силы, какие-то бизнесмены, подрядчики всё устроили. Он-то знает об этом. Он будет бороться. У него даже есть собственная лопата Беглова ещё с прошлого года. Ну, правда, хранит её он по-путински тоже в одном месте. Он её вставляет, наверное, для крепости. Укрепит себя, чтобы быть как на штыре сидеть. Но никак он её не достанет, чтобы пройтись хотя бы возле мэрии. Убрать ледок и снежок. И сказал, что никогда не брал на лапу. Друзья мои, вполне возможно. Вполне возможно. Но я помню ещё трёхгодичное расследование Навального, где показаны и квартиры, и дома, и в Москве, и в Питере. Во, не брал на лапу. Я не знаю, какую лапу он там берёт. Где у него эта лапа. Но вот этого крысиными зубками, наверное, он привык на лету хватать. Всё, что прохо лежит, он берёт не на лапу, а как бы в рот. В рот своими зубками. Очень ловко хватает. Любые. Всё, что проходит, пролетает мимо его носика, он готово. Съедено. А мы можем подозревать, что, знаете, бывают такие люди, они уж очень жадные. Они не только, так сказать, ртом, но и бывают попой. Так хавают, что вокруг просто... Извините, друзья мои, конечно, непристойно. Но судя по собственности господина Беглова, даже по официальным его, так сказать, доходам, он человек очень и очень богатый. Но другие, значит, богатые хотят этого Беглова скинуть с помощью музыканта Шнура. Я не знаю, друзья мои. К Шнуру, конечно, тоже есть вопросы. Но то, что он человек талантливый и здорово песочит вот этого с Беглова и не останавливается. Один клип, второй клип, а сейчас выпустил третий клип, где подборка падений питерцев на улицах. Огромное количество людей, которые просто каждый день падают, ломают себе ноги, попадают в травмпункты. Питерская администрация ничего не делает. Уже вот вместо того, чтобы отвечать и говорить, какой я честный, прикрываться семьей, прикрываться тем, что он вор кричит, что он честный. Да кто? Вот хоть один человек есть, который скажет, что Беглов честный человек? Что Собянин честный человек? Вот вы можете это сказать? Кто-нибудь, я не знаю, если только сам Беглов смотрит, с другого аккаунта, что Беглов самый честнейший из честных? Только так может, наверное. Потому что все знают, что эти люди явно не образцы честности, а действительно жулики, воры и мерзавцы. Других слов про них нет. И они и зубами своими, и задами своими вцепились в эти кресла. Их оттуда, не знаю, там домкратами. Только не то, что с креслом не вынесешь. Там надо с кабинетом просто вырывать. Кабинет вырывать из здания мэрии, и московской, и питерской, вместе с этим человеком. И куда-нибудь там перевозить на фуре, как елку, знаете, перевозят в Новый год такой здоровый грузовик. Вот так, наверное, кабинет Бегловой, кабинет этого. И вывозить их куда-нибудь подальше, на севера. Хотя жители севера скажут, нам и даром не нать этих граждан. Просто так вот в тундре, знаете, кабинет поставить, привезти на фуре, и вместе с этим сгрузить и поставить. Чтобы до любого ближайшего пункта было, так сказать, 500 верст. И сказать, заседай. Вот давай здесь, обустраивай тундру, обустраивай. Вот тебе кабинет, твой любимый там столик, стульчик. В баре, может, еще остался там коньячок. Надолго ли тебе хватит, не знаем. Но живи и уехать оттуда. Пусть остаются там хорошие методы, друзья мои. Затратные, конечно. Затратные, вы скажете, ну еще на них там деньги тратить. Нет, хорошие. Ну, я в чем-то, да, вот одобряю шнура. Не знаю, заплатили ли ему за это деньги. Или ему просто, так как жителям Питера, мне похоже, ему тоже осточертело. И этот Беглов со своими вот этими крысиными замашками. И он его просто песочет. Ну, если еще кто-то заплатил за это деньги, ну, значит, волна пошла, фарт. Но Беглов не собирается уходить. Он не собирается. Его как бы скажут, меня питерцы выбрали. Я законно избранный губернатор. И пусть ломают себе ноги. В мою честь. Печально, друзья мои, что, можно сказать, культурная столица России управляется хотя к кого. Вот где нормальный. То есть, такое впечатление, что их подбирают действительно из какого-то шоу, там, мерзкий и еще мерзче. Других слов нету. Потому что куда ни кинь, всюду, так говорится, клин. И они с упорством еще. Вместо того, чтобы сказать, да, меня подловили. Но я сейчас, значит, соберу все силы, какие возможно. Может быть, деньжат там своих приплачу, чтобы пригнать технику. И быстрее убраться хотя бы в центре города, чтобы сказать, вот, да, была критика. Но вот мы ее, это вот, да, там понятно, что не мы виноваты. А виноваты какие-то там подрядчики, которые что-нибудь там на это. Но хорошо, что был сигнал. Мы взялись. Нет, он этого не говорит. Он говорит, что я честный, на лапу не беру. А вы ноги ломайте. Великолепно, великолепно. Еще после первого его, как бы, это надо было за ушко и на солнышко. Господин император, так сказать, всея Руси, Путин, уже должен был взять его за ушко и сказать. Беглов, иди ты нахрен. Ты вот позоришь меня и себя. Еще там что-то изображаешь. Уж я-то знаю, что ты берешь там не на лапу, а во все места, какие возможно. Ну, ты хоть город-то убирай. Воруешь, воруй. Воруешь, воруй. Но дело-то знай. Хотя бы дело разумей. Нет. Просто. Моя профессия воровать из бюджета. Профессиональный вор из бюджета. Первой категории. Наивысший. Хотя нет, наивысший, наверное, Собянин-то все-таки побольше бомбит. Ну, а тот, это вообще вне конкуренции. Так что нет. Беглов, бюджетный вор третьей категории. Другой пока не заслужил. Даже в этом. Не достиг высот. Все, друзья мои, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!